А у нас в гостях снова наш старый знакомый Егор Козловских, студент Вятского государственного университета, специальность мехатроника и робототехника. Привет, Егор! Здравствуйте! Привет, Дима! Привет, Катя! Егор, ну, вы к нам сегодня пришли с новым роботом. Да. Что это за робот? Это робот-исследователь. Это фактически уменьшенная модель тех роботов, которые бороздят просторы Марса и Луны в поисках проб грунта и воды. Это настоящий марсоход? Ну, скажем так, это его модель, то есть уменьшенная копия. Ух ты! Очень интересно. Давайте в действии посмотрим его. Давайте. Для того, чтобы продемонстрировать возможности этого робота, нам понадобится вот этот полигон. Это его поле, по которому он будет ездить? Да. И бороздить пространство настоящего Марса? Классно. Ну, не настоящего. Будет имитация Марса, и эта голубая бумажка будет как стартовая линия. То есть он проедет три круга. Он проезжает по поворотам. Также он реагирует на отсутствие света. То есть, когда мы прикрываем датчик, он начинает включать фары. Вот бы в машину такой датчик. А подобная схема может использоваться в конструкции машин. Машины, возможно, будут ездить без помощи водителя. А вот он пищал. Почему он запищал? Он пищит, когда теряет дорогу. Либо видит ребятца на пути. К примеру, мы его остановим. Он подает сигнал, чтобы мы уступили ему дорогу. Какой умный робот! Также он считает круги с помощью вот этой голубой бумажки. И когда он проедет третий круг, то он остановится. Егор, скажите, пожалуйста, вот этот робот, я так понимаю... Так, не сигналь. Этот робот, я так понимаю, может использоваться не только в условиях Луны и Марса. На Земле его можно использовать? Конечно, в качестве машины. В качестве машины? Представьте себе, что водитель не держится за руль. Просто машина ведет сама за него. То есть, дорога, скажем, размечена подобными черными линиями, которые являются направлениями для движения машины. Всеми машинами подобной конструкцией управляет глобальный сервер, который задает направление и позволяет избежать лишних столкновений. Действующая модель автопилота. Фактически. А мне кажется, он уже больше трех проехал кругов. Не знаю. А у него это нигде не отображается, сколько кругов он проехал? Не считает. Не считает? Он считает, смотри. Остановим его. И вот. Допустим, это будет препятствие, какая-нибудь непроходимая для него. И он издает тревожный сигнал, который оповещает, что надо рассчитывать ему дорогу. И он продолжает. Ребят, здорово? Да. По-моему, очень интересный и очень полезный робот, если его в промышленных масштабах где-то использовать. Так ведь? Да? Да. В принципе, этот робот может также использоваться на вредных производствах для замены человеческой деятельности. То есть он при использовании разметки может пополнять определенные команды. К примеру, на красный цвет он будет поднимать ящик, на зеленый его опускаем. Он фактически может заменить человека во вредных условиях труда. В том числе и если, допустим, нужно разминировать поле. Функции робота фактически ограничены только фантазией программиста. Только фантазией программиста. Так вот, ребята, этот робот способен достать для человека любую информацию в любых условиях. Ребята, а вам понятно? Да. Егор, спасибо вам большое за этого робота. Егор, спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Мы будем ждать вас снова. Надеюсь, еще увидимся. Да, с удовольствием к вам приду еще раз. Думаю, у меня найдется много интересного, чтобы вам еще показать. До свидания. До свидания. Будем очень ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова